У нас есть дверка поврежденная, с заломчиком хорошим, вот вместе с молдингом завернулась. Сейчас лампочку поставим, посмотрим. Надо ее постараться сделать. Пытаемся рассмотреть. Вот так вот гофрами и складочками вся дверка у нас сложилась. Здесь внутри лом, поэтому по лому она и сложилась. Ну что, сейчас надо снимать, конечно же, молдинг, замывать, зачищать и начинать работать. Ну что ж, самое сложное сделано в этой работе. Вот здесь вот были чиркнутые такие. Еще остались следы от краски, от чужой. Мы их заполировали, то есть как бы все нормально. Все, можно ставить уже. Работа сделана. Шучу. Сейчас начнем потихоньку разбираться дальше. Как бы самое легкое, что можно было сделать, я сделал. Сейчас надо снимать молдинг. Он здесь на креплениях, на защелках и на клее. А также еще в двери внутри, я потом покажу, там машину обесшумливали. Вот. И, естественно, там внутри находится приклеенная обесшумка, которая, естественно, будет нам мешать работать. Это все придется удалять. Вот так вот. Начинаем разглаживать. Вот они складки. Вот раз, два, три, вот четыре, здесь пять было. Вот потихонечку, потихонечку их пробиваем. Вот еще, вот она от складки еще видно. Вот эти все складочки надо расслабить и разгладить, чтобы потом потихоньку разворачивать металл туда, куда нам надо. Поскольку вот здесь у нас металл явно потянутый. Вот здесь, особенно вот здесь, вот здесь складки пошли. Вот. И это все надо будет очень-очень потихоньку. Поэтому я вот работаю таким пробойником деревянным, чтобы не спеша потихонечку все это сделать. Вот. И работаю с прогревчиком. Феном немножко я подогреваю, чтобы помягче была работа, работа мягче осуществляла. Вот они наши складочки. Здесь вот, как видно, уже получилось разбить складку до ровного. Самое острое это вот это. И вот здесь вот бугорки. А здесь уже более-менее вот здесь тоже была острая. Разбилось. Сейчас потихоньку распрямляем, чтобы... Я считаю, что вот распрямив вот эти вещи, я создам небольшое здесь напряжение, чтобы металл пошел вверх. То есть вот хочу развязать вот это все дело, попробивая вот эти вот бугры. Не хочу пока клеем пользоваться, пока что. Вот. Пока что просто вот эти шишки и уступы вот эти вот разбивать надо. А потом будет видно, что дальше у нас по плану получится. Вот. Чуть я подразбивал, но тут уже они упираются и, как говорится, не хотят идти. Теперь я хочу сделать вот это вот линия. Собственно, чем был продран бок. Это одна верхняя часть полоски вот этой. Вот она видна. Кто как называет, кто пропор, кто... Короче, вот она полоса. Вот. Как ее не называют, прочерченная по двери. И она начинается вот аж отсюда. Вот. А здесь у нас... Что мы видим? Тут даже каемка по... Кант прорисовался. И молдинг, и все такое. Значит, вот сейчас попытаться поднять вот эту часть. Верхнюю часть залома. Она вот эта, руками играясь, она дышит. По идее, она должна выйти. Вот. И пока что попробуем начать с нее. Посмотрим, что в итоге получится. Так. Видно, будет плохо. Сейчас включим. Теперь будет видно. Значит. Вот видно, я пытался что-то выгинать, разгинать, но... Ничего не получается. Вот с этого места они потыкано. Тут повыкано, потыкано. Вот. И ниже. Вот он наш залом. Вот. Что можно сделать? Можно, конечно, чем-то надавить. И получить дополнительно еще один рубец с заломом. Поэтому мы этого делать не будем. Сейчас надо потихонечку. Я буду прогревать. Снимать обесшумку. Вот аж до верха. Вот эта часть. Вот. Это тоже мы видим он тут. Эта жесткость. Вон, оторвана. Она там должна быть наклеена. Вот. Вот. Она оторвана. Она вообще была аж сюда. Первая отскочила. Вот. И снять обесшумку, снять молдинг. А потом уже дальше заниматься остальными делами. Вот как нам поближе. Вот он наш молдинг идет. Вот они. От него крепление, да? И вот он отсюда у нас заломчик. Вот он. Играет. Потому что провалено здесь. Особенно вот в этом месте. Вот эти крепления. Там основной залом. Ну и вот эта жесткость вот. Оторвана. Ее потом надо будет приклеить. На место. И подогнуть, подвыгнуть здесь. Ну, в общем, надо поработать. А для этого придется вот отсюда. До сюда вот это вот место освободить от обесшумки. И тогда, затем надо снять молдинг. Вот. И потом уже дальше нужно заниматься. Вот он у нас фен. Вот он у нас скребочек. Полегонечку, помаленечку. Сейчас будем прогревать и снимать обесшумочку. Вот так у нас работа продвигается. Осталось вот эту еще панельку снять. И вот это вот тоже. Здесь надо поснимать, потому что в этом месте оно держит. Вот. И здесь тоже немножечко надо будет подснять. Половину, во всяком случае, вот этого вот дела. То есть где-то вот настолько вот по вот этой линии. Поскольку тут вроде бы удар не сильный и ударялись бампером пластиковым нашей какой-то машиной. Но тот, кто понимает, вот идет жесткость у нас здесь. Вот мы видим, да, труба. Вот дальше мы идем, 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 идем. И мы выходим куда? Мы выходим вот сюда. Видно, что опухоль, даже краска потрескалась. Вот. Вот, вот, вот. Жесткость. Вот ребро тоже видно. То есть вот это ребро, оно вылезло аж сюда. Там ударили, и вся эта жесткость повредила, даже вылезла как бы через рамку. Вот. Это уже забить, к сожалению, не получится, поскольку тут надо усилие просто сумасшедшее, чтобы вот такую трубу забить на место. Вот. Ну, немножко попробовать можно. Поскольку это развернет немножко плоскость нашу. Туда, куда нам надо. То есть вот залом. Видим мы, да, краска треснула. Вот залом. Вот залом. Вот залом. Вот он залом. Вот. То есть практически повреждена даже рамка двери, и вот они опухоли. видно, да? Вот. Видно, да? Видно. Потому что здесь идет еще одна жесткость. Вот это тоже средняя часть. Она вот оторвана, и тут практически палец проходит. А она должна быть жестко. Оторвана. На где-то 5-миллиметровой высоте. Она еще где-то почти на сантиметр. Особенно вот в этой части. Вот здесь. Прям хорошо. На полтора сантиметра, почти на два. В высоту ушла. Но дело в том, что она мягкая, и ее поправить можно. А вот что касается вот этой трубы, тут уже, извините, я не силен в этих делах. Ну ничего. Попытаемся поправить насколько возможно. Вот она складка тоже видна. Вот она видна. Вот она складка. Вот она. А здесь вот шишка, шишка, шишка. То есть здесь вылезла и здесь. Вот, собственно, как она здесь у нас приварена. Контактная сварка. Так она на ней и попухла. От удара. Вместе с рамкой двери. Вот, почистились мы здесь. Убрали лишнее. Вот, все-таки я здесь в креплении. Здесь попробивал по чуть-чуть. По возможности. Здесь вот как ни бей, она не хочет идти. Здесь пробилось нормально. Здесь нет, здесь нет. Здесь тоже по чуть пошло. Ну как бы хоть чуть. По возможности. Вот. Ну что делать. Будем ремонтировать. Снялся. К сожалению. К сожалению. Он слегка покрывился. Вот. Сейчас я просто возьму линейку. Приложу, чтобы было видно. Вот такая вот картина получается. Как его выгинать, я не знаю. Только, я думаю, что только на горячую греть феном и потихоньку придавать ему форму. Но это пусть хозяин сам, как говорится, принимает решение. Потому что я так знаю, что все вот эти вот штучки-дрючки, у них цена просто баснословная. Вот. А так она живая целая, пусть думают сами. Вот. Ну я тут подснял. Сейчас как бы надо начинать заниматься непосредственно вмятиной. Вот. Подготовка сделана. Молдинги сняты, все почищено. Вот здесь я снизу решил сделать технологическое отверстие под инструмент. Ну, потому что нужен доступ. Вот. Тут все смешалось, так сказать. Все, что хочешь, и что не хочешь. Есть и шишки, и складки. И можно все найти. То есть вот такая контрольная работа получается. Ладно. Начинаем потихонечку работать. Удалось хлопнуть вот эту плоскость вверх. Вот. Сейчас я покажу, как она была. Вот она была. Удалось ее хлопнуть. Сейчас уже это как бы можно повторить довольно таки легко. Вот. Растучал. Вот. Поднял. Теперь надо разбивать вот этот шишак и поднимать здесь. Ну, здесь, наверное, придется, я посмотрю, может быть, вот здесь технологическое отверстие сделать, чтобы вот эту дальнюю часть, вот эту вот как бы штуку нам подделать. Вот. Ну, на сегодня уже 7 часов вечера. Наверное, уже хорош, поскольку и устал я. Вот. И уже деталь как бы более-менее на место хлопнула, разобрался. Вот. Потом уже как бы с новыми силами спокойненько заниматься вот этими вещами. Вот. Наверное, хорош на сегодня. Да, хватит. Чуть постучал, чуть поделал. Хорош. Ну, вот. Попробивался я. Общий вид, так сказать. Здесь вот ложбинка у нас идет. А у нас бугрыточали. А здесь, наоборот, надо будет поднимать. Но уже более плавно это все выглядывается. Хотя еще, конечно, вот она. Яма тут еще большая. Ну, как бы тут еще только начало. Начало-начал. Вот. Поэтому и металл потянутый хорошо был. Ну, чуть-чуть подразровнял. Уже и то дело. На сегодня как бы хорош. Вот. Тут все еще, как говорится, на узел завязанное. Вот. Это видно. Ну, как бы уже начало положено. Так что все. Все. Всем спасибо. До новых встреч, как говорится. Тихо. Тихо.